Рады представить гости нашей студии Мадривный Цюрина Журавель. Доброго ранку вам. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что много есть возможностей путешествовать. Некоторые не путешествуют, а уже просто таки живут и работают за границей. Сегодня поговорим о том, как обычному путешественнику организовать свое путешествие так, чтобы можно потратить было минимальное количество денег. И сколько эта сумма все-таки интересна? На личной практике сколько был минимум? Ну, начну сначала с организационных моментов, прежде чем говорить о деньгах. Само утро пораньше, давайте сначала о приятном. Для того, чтобы организовать путешествие, в принципе, как бы сначала кажется голове хаос творится, непонятно, за что бросаться, за что бежать, за визами или за авиабилетами. Но если все разложить по полочкам, то можно выделить всего 10 шагов, чтобы организовать свое путешествие. Первое, что мы делаем, это выбираем направление, нам нужно понять, куда мы хотим отдыхать, отталкиваемся от климата, отталкиваемся от того, что мы хотим делать, купаться на море или ходить на лыжах, это разные как бы цели, разные страны. Отталкиваемся от визовых требований, можем мы прям завтра полететь в США, что там с визой американской, или мы едем в ЕС безвизовой. И отталкиваемся от нашего бюджета. Понятно, если у нас ограниченный какой-нибудь бюджет, то мы не полетим в Исландию, которая считается дорогая по путешествиям. Второй шаг, мы уже занимаемся авиабилетами, покупкой. Авиабилеты формируют наши даты путешествий, то есть дату, когда мы влетаем в эту страну и дату вылетаем. И внутри этого уже можем мы двигаться. Если мы вот говорим о заказе билетов, как заблаговременно это нужно делать? Об этом нужно подумать, конечно же, заранее, потому что в авиабилетах действует принцип, кто первый встал, того и тапки. Самые дешевые авиабилеты разлетаются первыми, поэтому нужно подумать хотя бы за полтора-два месяца о своем перелете и искать начать билеты. То есть здесь, по сути, не в последние дни будут самые дешевые билеты, а наоборот за месяц-два. Да, в отличие от горячих путевок или чартерных рейсов, где можно в последнюю минуту купить что-то более-менее бюджетное, то с авиабилетами так не пройдет. Очень малая вероятность, что будут такие дешевые билеты, поэтому лучше подумать заранее, потому что билеты продаются по принципу сначала блок дешевых билетов, потом блок более средних билетов, потом дорогие. Какое количество в этих блоках, никому неизвестно. Поэтому лучше попасть, конечно, в первый блок и купить самый дешевый билет. То есть принципа, скажем так, как, например, на поездах, когда вбрасывают постоянно какие-то билеты нет? Нет, конечно, к самолету не прицепит еще один салон, и еще 180 человек не повезут, поэтому, конечно же, только основное количество места продается. Кроме того, для того, чтобы купить билет, кроме того, что заранее нужно смотреть, еще рекомендую смотреть лоукостеры. Это бюджетная авиакомпания из названия low cost, низкая стоимость, которая позволяет путешественникам перелететь за несколько евро, но при этом путешественник должен соблюдать определенные правила игры. Вот, как раз о правилах мы поговорим, но в Украине много проблем было с лоукостерами, очень часто от них то отказывались, то некоторые входили в рынок, то снова таки уходили с украинского рынка. На сегодняшний день есть возможность купить такие билеты дешевые? Да, конечно, у нас есть несколько лоукостеров, нужно понимать, что здесь тоже есть разделение, если очень глубоко подкопаться, какие именно лоукостеры. Из Украины летает единственное понятие чистый, настоящий лоукостер, это визеер авиакомпания. Остальные же лоукостеры имеют гибридные свойства, и они как бы не сильно отличаются очень низкими ценами, но при этом их есть порядка 6-7 компаний, которыми мы можем улететь по разным направлениям, выхватив более-менее бюджетный билет. Соответственно, уже приобретая наш авиабилет, мы знаем даты путешествия, и после этого наш следующий шаг, мы занимаемся поиском жилья. Мы знаем, с какой даты по какой мы живем, и ищем это жилье. Есть разные варианты гостиницы, хостелы, апартаменты, система гостеприимства, каучсерфинг, которая бесплатно может принять путешественников и так далее. После этого нам нужно не забыть про транзитные точки или про соседние страны, потому что если мы едем, например, в Испанию, то рядышком находится прекрасная Андорра, и почему бы туда не съездить? И, соответственно, нужно не забыть посмотреть билеты из Испании в Андорру и назад, и жилье в Андорре, если это будет больше, чем на один день. После этого мы занимаемся нашим банковским счетом. Нам он понадобится в путешествии, мы либо открываем банковский счет, хотя я уже сомневаюсь, что у кого-то в 21 веке нет банковской карточки, но на всякий случай, либо же его причесываем. Мы пополняем счет, берем справку о выписке, сколько у нас наличных денег, это вот нужно даже для пересечения ЕС границ, показать нашу финансовую обеспеченность. А за какое время до пересечения границы нужно взять эту справку? Не ранее, чем за месяц. Справка действует только один месяц. Вообще любые справки, справка с работы, справка из банка действует лишь один месяц, поэтому сильно заранее брать не стоит. За пять, за семь, за десять дней это нормально, раньше нет. После того, как мы уже причесали свой банковский счет, мы занимаемся страховкой. Страховку нужно обязательно делать, даже если вы летите к бабушке в Минск, в Беларусь, потому что страхование это очень важно, и не потому что это кто-то требует, а потому что это требует здоровья. Даже банальное какое-нибудь отравление местной пищей уже влечет за собой большие растраты без наличия страховки. Для сравнения, один прием врача в Европе или даже в Азии стоит от 75 долларов. Страховка может стоить 5-10 долларов. То есть того не стоит даже то, чтобы просто за один прием врача отдать две стоимости страховки, а то и три. После того, как у нас уже готов банковский счет и страховка, мы занимаемся визовыми вопросами. Делаем это не на первом шаге, потому что не все консульства нас даже пустят на порог, если у нас нет предыдущих пунктов, если у нас нет авиабилетов, жилья, банковского счета, страховки. То есть это все мы собираем в кучу? Да, мы все это все собираем, приводим в порядок, в этой папочке все красиво относим в визовый центр или в консульство, как того требуют их особенности. И после этого занимаемся уже приятными частями. Первое, это мы делаем просмотр достопримечательностей, что мы хотим посмотреть, и понимаем, сколько денег у нас нужно потратить, например, на Саграду-фамилию или на Эйфелевую башню. Бронируем билеты онлайн, если того требуется, потому что во многие места Европы, самые популярные, мы на месте попросту не купим билеты и не попадем. Мы выстоим там 5 часов очереди и так и не сможем попасть. Это будет обидно. Кроме того, онлайн это можно сделать дешевле. Забронировать тот же онлайн билет на подъем на Эйфелевую башню будет на несколько евро дешевле, чем на месте. После этого занимаемся местами питания. Питание очень важно, потому что многие думают, что чаще всего деньги уходят именно на авиаперелет. Это не так. Большую всего денег мы проедаем. Самая большая часть растрад в путешествии – это еда. Потому что в еде мы отказать себе не можем. Если с авиабилетами мы можем выбрать какой-нибудь за 5 евро, за 10, лететь не в Исландию, а куда-нибудь поближе, то с едой уже как бы не прикажешь желудку. Поэтому нужно посмотреть на первые дни хотя бы места, где мы можем питаться бюджетно. Завести просто в интернете баджет-кафе или селф-сервис-кафе, кафе самообслуживания, и выписать хотя бы на первые два дня места, где мы точно без стресса для себя и кошелька можем покушать. И после этого уже занимаемся подсчетом бюджета. То есть, исходя из всех данных, у нас уже есть за эти 10 шагов полное путешествие. Если теперь мы говорим, вот эти 10 шагов просчитали, скажем так, теперь по сумме. Вот минимальная сумма, которая может быть, и куда это, в какую страну, сколько времени там придется провести или удастся провести? Вот из личного опыта. Трудно сказать, что есть единая формула для какой-то страны, потому что страны очень разные. Как-то бюджетная соседняя Польша или дорогая, дорогой Нидерланды и Амстердам, где придется там в день выкладывать по 40-50 евро, это минимально. А в Польше мы можем обойтись и 15-20. Поэтому универсальной суммы, которая бы подошла на все страны, конечно же нет. Я рекомендую использовать тоже сайты для просмотра стоимости цен внутри страны. Есть такие, как Numbeo, Global Price сайты. Они позволяют посмотреть, сколько стоит в этой стране в среднем чек в кафе, в среднем чек в супермаркете, чтобы сориентироваться. Но могу сказать, что не меньше, чем 15 евро в сутки нужно закладывать на одного человека. Это минимально, то есть это самые бюджетные страны. В Юго-Восточной Азии мне нужно было 10 евро в сутки на проживание, куда входило и аренда жилья, и питание, и перемещение, и аренда мопеда. То есть в общей сложности у меня выходило в среднем 10 евро. То есть по сути во многом и не отказывало себе, то есть и мопед, и передвижение. Ну, в самых необходимых вещах, конечно. Я не ходила там на СПА-процедуры каждый день, меня не было вокруг прекрасных тайек, которые делали тайский массаж. Но при этом самые основные процедуры, как в жилье или мопед, конечно, присутствовали. Поэтому без основных нужных категорий ты не останешься. То есть если мы говорим про нижнюю планку, то чтобы человек жил и наслаждался, а не жил себе в ущерб, то это примерно нужно рассчитывать из расчета 10-15, это для самых бюджетных стран. Для стран Западной Европы, которые считаются подороже, лучше обходиться 35 и выше евро в сутки. Но на самом деле, если подумать, например, поехать на неделю, то это весьма еще можно себе позволить. Да, главное просто правильно выбрать страну. Потому что на самом деле одна из моих тоже первых ошибок, когда я только путешествовала, я увидела авиабилет, который стоил около 4 евро, что по тогда еще курсу 10 был очень-очень заманчивый. За 40 гривен можно было перелететь из одной страны в другую. Естественно, не раздумывая... То есть здесь между городами дороже получается? Да, здесь уже иногда и на маршрутке дороже доехать в соседний город. Естественно, меня не удержалось от соблазна, взяла этот билет, и только после этого начала смотреть, куда я лечу вообще, что это за страна, что это за город, и поняла, что эти авиабилеты – это было самое прекрасное, что со мной случилось в этой стране, потому что все остальное по цене зашкаливало. Это была Швеция, это Скандинавия, очень дорогой регион, где бутылка воды стоит минимально только 2-3 евро, то есть как сам авиабилет. И, естественно, нельзя так импульсивно поступать, нужно для начала взвесить, посмотреть, куда ты летишь, потому что авиабилеты такие не основные. Если мы говорим о направлениях движения лоукостов, то какие это страны, и с Украины можно улететь в любую страну, или это только соседние чаще всего? В любую страну, конечно, мы не улетим, куда захотим. У нас, например, сейчас довольно слабое соединение между Украиной и той же Испанией, между Украиной и Италией в качестве лоукостеров, но у нас много направлений, если мы говорим про главный лоукостер, который летает, то у него сейчас уже более 9 направлений, это и много городов Польши, много городов Германии, это на Кипр можно слетать, в Ларнаку, в Копенгаген, в Данию, в Будапешт, в Вильнюс, то есть довольно много и хороших столиц, и мест. И самое главное, один из главных принципов путешествия – не пытаться попасть из своей точки в конечную. Нужно смотреть плацдармы, где это будет дешевле, то есть искать места пересадки. То есть, например, из Украины мы можем бюджетно добраться практически в любое время, в город Польши любой, и в Будапешт, и в Вильнюс. А оттуда мы уже можем полететь куда хотим. Опять-таки лоукостер. Да, то есть мы можем соединить перелеты два лоукостера. Тот, который летает от нас из Украины, допустим, в Вильнюс, а потом из Вильнюса полететь в Испанию, там, на Ибицу или в Барселону, соответственно, соединив два перелета. И, по сути, как бы затраты будут минимальными, опять-таки, нежели было на Киеву. Если мы будем напрямую, если мы говорим, например, прямой перелет из Киева в Барселону, в среднем стоит 170-200 евро туда-обратно. Если мы это будем делать вот таким путем, ища соседние точки, это может стоить 60 туда-обратно. Вот так, друзья, на самом деле можно тратить намного меньше, нежели мы привыкли. И, соответственно, стереотип, что путешествовать это дорого, сегодня, по сути, развенчало наше утреннее гости. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Субтитры создавал DimaTorzok